Роман Малитинович, расскажите, пожалуйста, вы представляете интересы семьи Жихрева. Какая проблема, с какого проблемы столкнулись? Мы столкнулись со следующей проблемой, что 8 апреля 2018 года пострадал ребенок, на него упала бетонная плита. И такое происшествие, мы полагаем, что должны расследовать правоохранительные органы. Правоохранительные органы не могут как определиться, кто должен заниматься этим происшествием. Сначала материал был в Следственном комитете. Они какое-то время проводили проверку, в последующем передали его в полицию. В полиции он тоже находился на протяжении двух месяцев. Полиция не усмотрела свой состав и передала назад в Следственный комитет. И так вот уже больше 10 месяцев материал передается из ведомства в ведомство. И никто из руководителей не хочет взять на себя ответственность и принять решение. В данном случае, мы были в декабре 2018 года в Следственном комитете Хохольском. Сдали заявление о том, что просим нас уведомлять о всех проводимых мероприятиях. Но до настоящего времени, даже за эти 10 месяцев, не опросили ни маму пострадавшей, ни вызвали саму девочку и не выяснили, как все это происходило. То есть дело сейчас не возбуждено ни по какой статье? Значит, на настоящий момент нет. Нас об этом не уведомляли. Скажите, получается проблема в чем? Вы даже обжаловать не можете, если обратиться в суд, например, чтобы дальше разрешить эту проблему? Получается, да, вы совершенно правы. Мы не можем обжаловать. Почему? Потому что мы полагаем, что вообще по закону положено так, что если какое-то ведомство проводит процессуальную проверку, она должна по нему принять решение. А если она усматривает, что в действиях усматривается другой состав преступления, не по от следственной ей, она должна передать в тот орган, который обязан заниматься этой статьей. И, соответственно, выделить материал и передать в полицию. В данном случае такое решение не принимается. Передается весь полностью материал. Не принимается конкретное решение, допустим, об отказе или о возбуждении. А в чем проблема? Почему они не могут решить, что они никак не могут... Значит, они спорят до настоящего момента. Какой же состав преступления там? Следственный комитет проверяет и проводит проверку по статье 216. Это нарушение правил при производстве строительных работ в данном случае. Как бы сюда относятся. А сотрудники полиции проводят проверку по статье 118. Это причинение тяжкого вреда по неосторожности. И вот, соответственно, не могут так определиться до настоящего времени. Кто же должен заниматься этим материалом? То есть у вас есть пострадавший ребенок, который получил тяжкий вред здоровью, но силовики не хотят заниматься этим. Да, все верно. Мы провели экспер... Ну, не мы, а ребенку была проведена экспертиза. Значит, в рамках материала проверки было установлено, что ему был причинен тяжкий вред здоровью. И данный факт отражен в выводах эксперта. Значит, вред здоровью установлен, но действительно силовики, никто из ведомств не желает принять на себя ответственность и решить вопрос по поводу окончательно, есть ли в действиях состав преступления определенных лиц или нет. Татьяна, я знаю, что вы сейчас уже, наверное, жалобу отправили в Следственный комитет Российской Федерации, да, совместно с вашим адвокатом, да. Вы просите разобраться, наверное, в этом вопросе, почему воронежские силовики не могут принять решение, в какой статье возбуждать уголовные дела? Можно я тут поясню? Мы отправили действительно через интернет-приемную, значит, обращение к Александру Ивановичу Бастрыкину, куда приложили несколько публикаций газетных, в том числе и газеты МАЮ, о том, что, значит, произошло такое происшествие, и на протяжении 10 месяцев никто не хочет принимать каких-то мер по изобличению виновных лиц и привлечению их к ответственности. Это обращение было зарегистрировано в интернет-приемной, и нам поступила информация о том, что обращение будет рассмотрено, и, значит, заявитель будет уведомлен о принятом решении. Надеемся, что хоть в Москве какие-то действия будут совершены, и результат будет и дело, извиняюсь, с мертвой точки. Татьяна, как себя чувствует сейчас ваша дочь? Ну, сейчас уже, конечно, получше по сравнению, как было, но у нее травмы такие, которые в дальнейшем, остаток жизни, они будут себя проявлять постоянно. Скажите, вы хотите, наверное, окончание всей этой ситуации, чтобы кто-то был наказан, как-то вам компенсировали? Ну, во-первых, да, мы уже, как бы, устали вообще от всей этой ситуации, помимо больницы и все, так еще и в следственном комитете бьемся о глухую стену, и никакой помощи нет. Уже столько времени прошло, никто не опросил ни меня, ни ребенка. Получается, как может проходить расследование, когда не опросили ни меня, ни ребенка? Ну, ваша цель, вы хотите, чтобы был наказан человек, который вот, ну, виновный в этой ситуации, в этой прошествии? Хотелось бы.